Привет всем, кто ждал этого видео, кто не ждал, тоже привет. Сегодня я отвечу на вопросы, которые вас интересовали. Вопросов, правда, немного, значит видео будет короткое, что тоже хорошо. Не все любят смотреть длинные видео. Итак, начнем. Таня, как ты подбираешь музыку на песни, смотришь аккорды в оригинальной тональности или как-то на слух и потом определяешь, как обыграть тот или иной аккорд? В основном для поиска аккордов я пользуюсь сайтом amdm.ru, там очень круто все сделано, есть аппликатура аккордов, есть кнопочка добавить в избранное, поделиться, распечатать, в общем все удобно очень. Можно поменять тональность, кстати, да, тут что там было насчет оригинальной тональности. Я вообще обычно, да, еще в оригинальной тональности, но когда я начинаю петь, не всегда мой голос подходит под оригинальную тональность или тональность не подходит под мой голос. Ну, короче, вместе мы как-то не состыковаемся, поэтому я... Вот тут есть такая кнопочка, которая меняет тональность и можно, в общем, в любой другой тональности сделать ту или иную песню, которую, в общем, удобно. Можно ее сделать выше, если не слишком низко петь или наоборот ниже, если мне слишком высоко петь. Ну, в общем, я подбираю ту тональность, в которой мне петь удобнее всего. Не всегда это бывает оригинальная тональность. Например, у спленов, да, у них обычно как-то с моим голосом вообще непорядок. И песню «Романс» мне было достаточно трудно петь. Наверное, там слышно, как я пытаюсь это сделать. Вот. Что там дальше было? Вопрос насчет слуха. Если есть какая-то, допустим, если есть какой-то проигрыш или вступление или какой-то нестандартный бой, например, или нестандартный перебор, но здесь только аккорды на сайте, а самой табулатуры нет или не показан бой, не показан перебор, не сказано, как играть, то я пытаюсь уже на слух как-то определить, какой там бой, как-то там подстроиться под него. Пытаюсь, не знаю, получается у меня или нет. Некоторые говорят, что получается. Но я не знаю. Возможно. Спасибо, кстати, кто говорит так. Дальше. Предлагаю сделать небольшой рассказ о себе, что-то вроде автобиографии. Расскажи, когда впервые взяла в руки гитару, как училась играть и чем вообще занимаешься по жизни. И выздоравливай. Спасибо. Впервые я в руки взяла гитару в 14 лет. Как я училась? Училась сама, просто так. Мне захотелось учиться. Я попросила моего папу, он играет на гитаре, попросила, чтобы он мне показал пару аккордов, он мне их показал, и я их попыталась выучить. Потом все больше, 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 и дальше я уже к нему не приставала. Он говорил, у тебя есть интернет, иди и учи. Ну, в общем, так и, собственно, и учила. Я искала какие-то аккорды в интернете, где-то в каких-то книжках-самоучителях старых. Я не знаю, где их находила. Возможно, это папы были, может и нет. Короче, где-то они у нас взялись. Вот. Но я не так сильно училась по самоучителям, скорее, там, потому что ноты показывались, там, какие-то в траве сидел кузнечик. А мне хотелось все и сразу играть, поэтому я просто открывала самые стандартные аккорды. Играла самые банальные песни. Не знаю. Училась на Цое, Ария, Мальчишник, какие-то еще какие-то там. Ну, в общем, все те, которые вот во дворе играют. Гитаристы меня поймут. Все одинаковые песни играют. Вот. Вот. Чем вообще занимаешься по жизни? Играю на гитаре. Да, как бы это круто или не очень не звучало, я играю на гитаре. И пишу стихи на заказ. Вот. Да. Таня, мой вопрос. Что бы ты делала, если бы тебе оставалось жить один день? Ну, хотелось бы сказать, что я бы собрала всех своих родственников, друзей, любимых, и сказала бы им, как я их всех люблю, и мы бы танцевали, и водили бы хороводы, все смеялись, счастливо проводили время. Но мне кажется, на самом деле, что я бы просто сидела в кругу семьи и плакала. Сказала бы, конечно, что я их всех люблю, чтобы они там не расстраивались, если что, вдруг, что у меня была отличная жизнь, и что спасибо им за то, что они у меня есть. Но я бы все равно была очень грустная, потому что умирать не хочется, наверное. Ну, и им бы было грустно. А я не люблю, когда людям из-за меня грустно. Особенно родным. Вот. Еще в вопросе, какая твоя любимая книга? У меня нет любимой книги. У меня есть несколько любимых авторов. Это Чак Паланик, Стивен Кинг. И все, наверное. Но у меня нет такого, что я делю по категориям «любимая» и «нелюбимая». Вот этого автора я читаю, и надо прочитать все книги, вот пока, не знаю, пока не прочитаю, не успокоюсь, или там... Обычно, если мне кто-то что-то советует, я читаю. Или где-то нахожу, может быть, в интернете какие-то интересные книги, или кто-то говорит. Я не люблю, точно знаю, я не люблю фантастику. Мне нравится, вот, допустим, что мне нравится Стивен Кинг, потому что, ну, он круто пишет, и плюс у него такие сюжеты мистические все время. Ну, прикольные мне нравятся. И у Чака Паланика есть книжка «Уцелевший», и она мне очень нравится. И я не знаю, почему там как-то так все цинично достаточно, и... Ну, нет никакого взгляда через сквозь розовые очки на мир. Все достаточно реально, и как-то так честно, что ли. Ты не впадаешь в эту сказку, в эйфорию, там, где все хорошо, у всех все хорошо, все друг друга любят, все друг друга находят, не теряют, и вообще жизнь малина, и все круто. Почитайте, сюжет реально очень прикольный, и сам рассказ этого главного героя очень классный. И там вот такая фраза есть, что... Точно не помню цифру, количество рыбок, но там есть такая фраза, что спустя, ну, пусть будет 369 рыбок, я понял, что все, что ты любишь, умрет. Я не знаю, почему оно не очень запомнилось, потому что действительно так, реально все, что мы любим, всегда умрет. Нет ничего постоянного. Что еще? Любопытно, как вы живете, чем зарабатываете, кто вы в обычной жизни? Я уже говорила, да, что я пишу стихи на заказ, кто за мной следит, кто следит за моим творчеством, те знают, что у меня есть своя группа со стихами, группа, в которую я пишу стихи от себя, для себя, которые вот просто у меня рождаются как стихи, вот мое личное вдохновение. И еще я пишу стихи на заказ, вот, и стихи, которые я пишу на заказ, я не публикую никогда. То есть заказчику отправила стих, и все, этот стих принадлежит ему, и он уже может делать с ним все, что хочет. Вот этим я и зарабатываю, когда есть заказы. Кто вы в обычной жизни? Обычная девушка. Закончила школу, закончила университет, работала копирайтером несколько лет или, может, год. Потом я работала в IT-компании 3,5 года, и вот где-то в конце апреля прошлого года, нет, этого года, 2014-го, я уволилась. И с тех пор я выкладываю видео на YouTube, записываю каверы, ну, вот, как-то так пытаюсь творчески развиваться и что-то делать интересное. Следующий вопрос. Давно хотела спросить, ты занималась вокалом, ставили голос? И гитара-самучка или музыкальная школа? Я закончила музыкальную школу, но по классу фортепиано, 7 лет. И, наверное, я не помню, в детстве занималась ли я вокалом, мне кажется, нет. Но у меня был хор общеобразовательный, ну, как стандартная программа музыкалки. И там, наверное, мне ставили голос. Но я помню, что у меня была очень классная учительница, очень классная, я не помню, как ее зовут, но она была очень классная. Вот. Потом я ходила где-то в 11-м классе на вокал, несколько месяцев, наверное, но это больше не были такие занятия профессиональные. А молодой парень преподавал в детском творческом каком-то кружке, в детском творческом доме, что-то вот такое. И я там со своей подружкой, она как-то с ней познакомилась, привела меня. И мы, в общем, вместе ходили на эти занятия. Но так как мы ходили вдвоем с ней одновременно, в основном мы не пели, мы занимались ерундой, мы там постоянно общались, просто хи-хи-ха-ха, обсуждали какие-то разные вопросы. Но не так, что... То есть он не занимался конкретной постановкой голоса. Да, мы там пели иногда, ну как иногда, каждый урок пели, но, в общем, это не было каким-то толчком, там, развитием в моем голосе. Но когда я была на четвертом курсе университета, экономическая специальность у меня, я решила вдруг, что хочу получить музыкальное образование. И что-то меня сподвигло пойти в музыкальный университет. И я поступила сразу на второй курс, одновременно училась на четвертом экономическом и на втором музыкальном. Короче, все это дело очень так все смешалось, было трудновато успевать. И я забросила музыкальный, где-то там чуть меньше года побыла. Вот там вот у меня была преподавательница по вокалу, очень классная вообще, и как человек, и как преподаватель суперсильная. И вот там она, конечно, мне голос поднатаскала. У меня намного стал лучше голос, был вот тогда вообще очень крутой, намного лучше, чем сейчас. Но, к сожалению, я уже туда не хожу. Ну и, наверное, пока не хочу. Возможно, когда-нибудь еще захочу. И насчет гитары, самоучка или музыкалка, ну я уже сказала, да, что самоучка. С 14 лет я пыталась сама научиться, то есть никто мне не оплачивал уроки и так далее. Никто меня не учил. Я сама захотела и научилась. И последний вопрос я не могу не ответить. Таня, как мне парню доказать, что я его люблю? Ну, для начала, мне кажется, не надо ему доказывать, что ты его любишь. То есть надо просто быть рядом, помогать, поддерживать, я не знаю, не навязывать. Вот мне кажется, нет ничего хуже, чем навязывание своих каких-то чувств или еще что-то. Если ты будешь рядом с человеком, он в какое-то время, в какой-то момент он поймет, что ты не просто так это делаешь, что ты испытываешь к нему чувства, и он либо оценит, либо не оценит. Если оценит, это очень хорошо, значит, тебе повезло, и ему повезло, что ты у него есть. А если не оценит, значит, нафиг тебе такое нужно, которое не ценит. Правильно? Ну, хорошие отношения люди должны ценить. Если ваши хорошие отношения никто не ценит, то нафиг таких людей. Ну, это, собственно, все. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, очень надеюсь, что в следующий раз будет много больше вопросов, и я отвечу, потому что мне нравится это делать. Мне очень нравится, что вы смотрите меня, и мне это очень приятно. И спасибо большое, что интересуетесь моей жизнью и моим творчеством. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует...